Давайте сегодня немножко порассуждаем на тему работы кинезиолога и что делает человек, который пришел к кинезиологу. Я говорю о том, что работы наши совместны, потому что у нас цель одна, это убрать травму. Что такое травма? Травма бывает механическая, рубцы, переломы старые, импланты вставили, отсутствие ли зуба, органы не на месте, либо там стопы нарушены, либо инфекция какая-то, либо эмоциональная травма. Вот это то, что ищет кинезиолог, и вот эта травма, она привела к какой-то жалобе, что-то там беспокоит, болит или еще что-то. Что делает человек? Он тоже должен убрать травмы. Потом, ну давайте предположим, я восстановил стопы, мы сделали стельки, новые стопы, они работают, восстанавливаются. А человек, например, любит носить астроносые ботинки, он также нарушает свои стопы. То есть он взял и вышел от меня, и одел опять травму. Или мы работаем, например, с эмоциями, которые привели к воспалению, которые привели в итоге к инфекции, которые привели к боли какой-то. Все это дело мы устранили, а он пришел опять на нелюбимую работу. То есть он опять пришел в свою травму, и поэтому жалоба, она вернется. И он опять придет к кинезиологу, либо к какому-то другому специалисту. Вот в этом заключается суть нашей работы. Оба убирают травмы. Просто кинезиолог это делает быстро, а человеку нужно подумать. Но если у него нелюбимая работа, тогда сделайте для себя объяснение, найдите, что я делаю на этой работе. Не знаю, может быть я опыт какой-то набираюсь, которого нигде не купишь, это полезно. Либо я хочу подкопить денег для того-то, 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 либо я уйду с этой работы, тогда-то, тогда-то, тогда-то. То есть это объяснение, которое позволит избавить вас от травмирования, то есть у вас появится конкретная цель, что вы делаете на этом месте работы. И тогда совместная деятельность, она будет гораздо эффективнее, чем просто кинезиолог, потому что к нему придется возвращаться. И если вы не уберете из своей жизни травмирующие факторы. Будьте здоровы, друзья! Будьте здоровы!